Ребят, всем привет. Заполняю документы на Калининград и, между делом, хочу ответить на вопросы наболевшие. Выбрал некоторые. Около 10 получилось. Давайте начнем. Значит, Стормех в 30 лет первый вопрос. Я объясняю человеку, что сейчас все возможно. Почему нет? На моей практике уже встречается далеко не первый Стормех. То есть недавно на днях приехал из Филиппин товарищ в 85-го года рождения. То есть он всего лишь старше меня на 3 года. Соответственно, он стал Стормехом уже не вчера. То есть приблизительно где-то он уже работает, наверное, с 30-ти или с 31-го года. То есть это норма. И встречал я таких, которые уже 25-26 лет становились Стормехом. Так что это реально. Это не советское время. Ну, хотя к филиппинцам это не относится. У них, может быть, в то время, да? Они же на самом деле в море уже очень давно ходят дольше, чем, наверное, даже мы. Поэтому ничего сказать не могу, как было раньше. Сейчас так. Сколько работал рядовым? В общем, с 2006 по 2013 включительно. То есть контактов там было порядка 10. Из них там два, в конце уже были два или три навигатора. И в 2013 я уже перешел на второго помощника. Хороший опыт. Но лучше, конечно, пораньше штурмана выходить. Как и когда меняем время. Время у нас на судне мы стабильно живем плюс один к UTC. В принципе, вся Европа живет по этому времени, да, в основном. Вот выходили мы уже на Ирландию. Там уже было, соответственно, UTC время. Соответственно, на восток идем, там, что, плюс в Выборге уже другое время. Мы не переводили, мы его просто, как бы, в уме, да, рассчитываем, там, приход. Надо прибавить, надо убавить. Соответственно, вот так. Ничего не переводить, не заморачиваемся. И когда переходы именно большие, да, там, допустим, идешь с Европы, там, на Америку, соответственно, там уже время переводишь почти каждый день или через день. Вот. Вот такой, такой смысл. А здесь нет, здесь ничего не надо переводить. Дальше. Так. Лучше ли работа на свете? Бывало, я думаю, получше людей. Морская профессия не самая. Поэтому я уже многим говорил, если есть возможность, ищите другую работу. Надо, либо, вот, в 17 лет пошел, все, и ты к этой работе уже привыкаешь с годами. Работаешь. И дальше. Порт стоит контроль. Почему все боятся? Это я сам себе вопрос задал. Ну, и вам отвечу. Просто писали там, расскажи про порт стоит контроль. И не знаю, чего вы боятся. То же самое, что перед экзаменом. Вы приходите, если вы не готовы, вы боитесь. Если у вас все хорошо, знания есть, соответственно, вы задаете, получаете, опять уходите. Лизачок. Вот, соответственно, так. Здесь то же самое. Бояться не надо. Надо быть готовым. Как влияет качка на судне, что помогает, как тренировать вестибулярный аппарат. На меня влияет нормально, у меня изначально не было проблем с этим. По поводу вестибулярки, там человек пишет, что у него с детства, если она не натренирована, то в море будет проблема. Допустим, у меня качка нормально, да, если крутиться, там, боксом когда занимаюсь, там, бывает упражнение, что надо, палец вверх и крутиться, там, покрутитесь раз 5-10. Вот, если вы крутитесь нормально, да, то, я думаю, скорее всего, здесь у вас тоже будет все нормально. Голова не кружится, да, ничего. Вот. Но у меня, допустим, не могу я долго крутиться, у меня, как бы, начинает шатать. А в море вообще пофиг. ТФ, так что понятие нарушения вестибулярного аппарата, не натренированность, это под большим сомнением. Другие факторы влияют в организме. Так, дальше, 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 дальше. Что там у нас? В МППС не указано, что такое безопасная скорость и расстояние. Тоже там на один ролик был комментарий. Да, в МППС не указано, но надо держать безопасную скорость и расстояние по своему усмотрению. Вы видите, что это расстояние небезопасно, да, и скорость, соответственно, вы должны сбавить скорость, увеличить дистанцию расхождения. Вот, все ссылается на ваш опыт, да. В МППС в любом случае, это такая штука достаточно сложная, да. Когда в море находишься, все-таки в некоторых случаях приходится действовать реально, только исходя из своей практики. Других вариантов нет. Правила не всегда в те помогут, и на них ссылаться прям со стопроцентной гарантией того, что они тебе помогут, не нужно. Получайте опыт, не понимаете, зовите капитана, он будет решать вопрос. Не бойтесь звать, никогда не бойтесь. Дальше поехали. 20-летняя путинская стабильность. Лучше в ОМОН бить людей или в Донбасс украинцев, чем в море. Короче, назвал он нас со Старпомом почему-то философом. Хотя философское видео я выпускал, а Старпом вообще не пределал. Ему не до философских мыслей, он первый раз пришел в этой должности. Вот, поэтому, ну то, что да, мы там проходили мимо, была мысль проскакивала, поэтому я записывал это видео, высказался. Вот, не знаю, конечно, море лучше, чем, я думаю, ОМОН в любом случае. Ну, опять же, ты дома, да, работаешь, некоторые хорошо зарабатывают. У меня друг работает, ну не так давно устроился в ОМОН, в принципе, его все устраивают. Все платят, там, после спаррингов, там, нос сломал, там, 60 тысяч заплатили. Все оплачивается, все хорошо. То есть нормальный отпуск, я думаю, у него еще будет впоследствии, да, он еще такой первый год. Вот, дальше поехали. Вам трейлер за ставкой нужен? Нет, мне трейлер пока не нужен. Качество с телефона, сами видите, какое. Какой тут нафиг трейлер? В чем будем делать, как я там с трудами расхожусь? Нет смысла. Дальше. Нужна музыка в контенте? Опять же, расхождение основной контента у меня. Какая нафиг музыка? Я там расхожусь, а у меня музыка играет, я не знаю, какой-нибудь Рамштайн. Это как бы, да, не вариант. Ну, можно спокойную музыку включить, но тоже музыка отвлекает. Вы же питаете информацию, которую я выдаю, соответственно, она должна к вам поступать оттуда, откуда я ее вещаю, да, соответственно. Обещаю ее с мостиком, соответственно, вы как штурмана, вы должны ее принимать, как будто мы с вами рядом находимся, и вы, соответственно, должны этому учиться. Воспринимайте, как будто я вас, ваш наставник, вот, я вам просто советую, да, и воспринимайте, как бы, вот это. И так будет проще. Все, последний вопрос, больная тема по поводу спорта, спаррингов. Вот, спаррингов здесь нету, второй контракт уже с филиппинцами, никого там рвался в бой, короче. Или электромеханик, который приезжал на пару недель, все, секонд-секонд, это самое, короче, давай, завтра-завтра, это самое, будем драться, спарринговаться. Вот, кто повар хотел, вот, все, не добрались. Единственное, один спарринг у нас был только со Старповым с прошлого судна, кто там один раз вышли, мы напали. Ну, там у меня груша была, на этом судне не было времени грушу делать, сейчас, как бы, уже на третий месяц, уже почти четвертый, да, у меня будет 4 января, соответственно, на 4 месяца. Вот, грушу, к сожалению, не сделал, поэтому ударки нет, да, то есть воздух бить, отжимания, это все ерунда, надо бить, именно бить, либо людей, либо грушу. Вот, поэтому приедем домой, будем спарринговаться. Все, это такие, одни из последних вопросов, которые я хотел обсудить, спасибо за просмотр, конечно же, ставим лайк, опять же, комментарии под этим, может, вопросы скипаяться, и, возможно, потом я отвечу. И еще на несколько. Все, всем пока.